разработчики абсолютно не знают меры и спасибо им за это при огромное как же я ошибался нет от своего спасибо я не отказываюсь просто как выяснилось разработчики еще как знали меру и со всех сил себя сдерживали потому что если не сдерживать то получается мы дождались выхода обоих дополнений чтобы рассмотреть их целиком и начнем по порядку и так у палача рока остались незаконченные дела и если я буду спойлерить те крупицы кат-сцен которые они выдают за сюжет то не оставлю вам вообще ничего для самостоятельного знакомства так что давайте сразу перейдем к тому что не изменилось что добавилось сверху и чё там вообще по контенту нас выпускает в три больших новых локации которые пусть и во многом собраны по сетам уже существующих тем не менее выглядят потрясно дизайн совсем не уступает оригинальной игре и никакого ощущения бюджетности не возникает они разнообразны не похожи друг на друга и все также уважают гигантизм во шероховатости ловишь с точки зрения именно гейм дизайна потому что иногда встречаются невидимые стены иногда есть риск случайно забежать вперед когда задание тебя туда не ведет и упереться в тупик на некоторые уступы герой почему-то запрыгивать не с первого раза на этом местечковая проблема но вот просто идеальной полированности eternal здесь добиться не удалось разработчики продолжают традицию стараясь окунуть игрока в нестандартные условия иногда буквально нас например заставит поплавать но это за оригинальный ход не считаем тот же платформинг только в профиль зато порой героя например кидают в туман и заставляют сражаться на ощупь в тех же болотах допустимый клочок арены ограничится защитным куполом за пределами которого ядовитый воздух на поле боя иногда растут споры от которых приходится держаться подальше больше раздражающие чем бросающие вызов условия но какую-никакую нотку разнообразия вносит в стане врага вот тоже прибыло правда бестияре вырос незначительно на подмогу силам ада бросили всего трех новых бойцов первый это турель если долго в нее целиться или находиться рядом то прячет голову в песок каких-то глобальных изменений в геймплей она не вносит по ощущениям напоминает пушку арахнатрона которая тоже хорошо выносится прицельным снайперским выстрелом это понятно это такой плавный вход в обновление минимальное влияние на геймплей чтобы не подготовленный игрок успел освоиться но при этом с легким привкусом нововведений второй враг похож по методам выпиливания на первого только приносит больше проблем на это новый вид ангела который становится уязвимым в момент мощной атаки и который тоже умершвляется метким хедшотом а вот третий уже гораздо сильнее тянет на себя одеяло дух появляется на арене в одном из демонов и значительно усиливает того делая более живучим мощным и быстрым как только вы убиваете монстра носителя призрак вырывается из тела и у вас есть несколько секунд чтобы его прикончить иначе он подберет себе новое тело причем уничтожить его возможно только с помощью одной из модификаций плазмогана интересное решение которая которая пожалуй сыграет позже давайте вернемся к этому потом и вот у нас шесть часов геймплея на dlc вот у нас всего три уровня простая математика подсказывает что выходит по два часа на уровень ну что ж в оригинальной миссии тоже далеко не короткие хотя судя по моему обзору там от силы 2 часа на миссию но ничего снайдер кат в один присест вывезли и doom тоже перетерпим правда не правда потому что здесь всплывает основная проблема dlc реальное отсутствие меры у разработчиков еще в оригинале многие сочли сомнительным затяжные сражения во второй половине игры в ancient gods part 1 не осталось никаких сомнений кто-то из команды явно потерял все рамки из привычного фанатам челленджа схватки превратились в форменное изнасилование 15 минут на мясорубку абсолютная норма а если вас убьют на 14 давай по новой миши все хардкор на палача теперь вываливает какие-то едва лимитированные армии причем не стараясь выстраивать интересные комбинации демонов а тупо действуя по тактике забросать телами в какой-то момент мой персонаж натурально начал застревать появляющихся врагах и на куче тесных арен дополнений это внезапно оказалось закономерностью они случайностью причем предельно понятен ход мысли разработчиков 1 не в меру затяжная битва в одной локации структурно заменила нам несколько разных битв в разных локациях чекпоинтами между ними но бюджеты позволяет реализовать лишь одну башу башу и длинную длинную арену забить хронометраж до отвала и играющий отмахнуться от своей аудитории оправданием в главном меню тут дескать больше демонов ведь это дополнение ведь это для настоящих фанатов а ты чё хотел хардкор в итоге вместо интенсивной смены геймплейных ситуаций и декораций у нас начинается бесконечная джига-дрыга на одном месте вот вам и 6 часов геймплея на по сути всего трех картах причем разработчики пытаются компенсировать рутину или выходит плохо выходит нелепая градация появления врагов давайте объясню часто случается так что сначала идет волна пушечного мяса потом волна более раздражающих болванчиков наконец настоящие занозы в заднице а затем снова пушечное мясо а затем снова средний класс и иногда еще крутые перцы в конце всего в рамках одной арены таким вот вилянием кривой сложности вроде и пытаются достичь разнообразия но на выходе получается еще больше раздражения и вот почему чтобы добраться до того этапа на котором ты постоянно умираешь приходится не только преодолеть очень сложных противников но потом еще и потратить время на отстрел всякой мелочи опять же doom просто превращается в рутину иронично что при всем при этом чекпоинты финального босса расставлены вполне лояльно и в случае смерти переигрывать нужно не все 15 минут а последние две или три сам босс выполнен в меру изобретательные развлекательно и вообще свои лучшие стороны ancient gods part 1 переняла старшего брата бишь оригинала в целом геймплей то все еще ощущается драйвовом только получается что с самой dlc то не состоялась нововведение можно пересчитать по пальцам они достатки eternal не просто передались по наследству да еще и стали гораздо более заметными сюда же запишем и абсолютно пустую прокачку и бессмысленные испытания за которые вознаграждают только новыми скинчиками и потраченный потенциал микка гордона которого заменили на дуэт эндрю халшалта и дэвида леви в итоге музыка пусть и качает но запоминается уже гораздо меньше да и в силу своей монотонности просто тонет в звуках взрывов и разлетающегося мяса в итоге part 1 оказалась гораздо посредственнее оригинальной игры и выезжает исключительно на достоинство хонной но несколько месяцев спустя вышло продолжение вторая часть это глобальная работа над ошибками причем над ошибками первого дополнения бездумные нагромождения врагов забудьте теперь сложность сбалансирована гораздо лучше тесные карты пожалуйста дадим простора недостаточно нововведений сами напросились вот вам а шесть новых демонов в два раза больше чем в первом dlc между прочим и даже новое оружие так что же пошло не так а да кое-что все же пошло сильно не так давайте поэтапно доберемся до сути еще раз похвалю ловел дизайн локации который не подсдал ни на секунду это снова очень разные по оформлению цветокору ощущениям миры в которых приятно залипать на отдельные детали последний уровень все же уступает эпику оригинальный тернал но для дополнения масштабы все же очень впечатляющее наблюдать за глобальным замесом добра и зла без удовольствия довольно затруднительно по уровням снова разбросаны испытания теперь в них даже появился смысл потому что скинчик дает в награду за второй раунд а за первый апгрейдит ваше новое оружие молот сам молот вышел не таким однозначным но по мне это скорее удачное решение нежели нет он оглушает врагов он дает больше брони за подожженных и больше здоровья за замороженных демонов что хорошо компенсирует моменты не в меру затяжных потасовок потому что вы всегда можете почти полностью восстановить боезапасы здоровья в общем если меч был просто рискином бензопилы то молот дает палачу плюс одно движение в связке комбо и это хорошо не хорошо только то что над ошеломленными врагами кружат мультяшные звездочки уж как бы я не оправдывал оригинальную цветастость уповая на читаемость в ходе битвы такое решение кажется абсолютно неуместным даже мне с остальными игровыми нюансами тоже вроде все в порядке геймдизайнеры все также норовят спутать и перераздать карты чтобы поставить игрока в необычные условия вот нырните в яму с кислотой и будьте добры разнесите врагов раньше чем кончится костюм химзащиты вот тесное помещение с грудой красных бочек вот небольшая платформа с двумя мародерами и кучей визгунов которых нежелательно но так легко убить ах да про визгунов это я забегаю вперед сердцевиной всего дополнения стал как раз расширившийся зверинец визгуны это рядовые демоны убив которых вы на время усилите окружающих вас врагов вот почему их нежелательно трогать это вносит определенные коррективы в геймплей заставляя мыслить иначе хотя и скорее создает не столько интересную ситуацию сколько лишний дискомфорт бронированный барон бессмертен пока не откроется во время сильной атаки это дает вам возможность сломать броню и добить тварь одиночной из винтовки в помощь спецназовец неуязвим для лобовой атаки но открыт стыла лучше всего для расправы подойдет ракетница проклятый ударив вас потихоньку высасывает из вас жизни затрудняет движение а убить его можно только кровавым ударом и вот нагляднее всего проблемы нового ростера монстров проявляется на примере каменного импа дело даже не в том что это подкрашенная моделька другого монстра как и в случае с большинством новых болванчиков дело в том что этого демона можно убить только дробовиком и только через определенную модификацию то же самое было и с духом из ancient gods part 1 который впрочем в порту тоже встречается тут становится понятно каким образом кристаллизовался план разработчиков еще в оригинальной eternal они старались актуализировать каждый из имеющихся стволов чтобы ни одна пушка не пылилась в бездонных карманах думгая двустволка лучше всего работает против мародеров плазмоган сбивает щит с охотника автомат хорошо отрабатывает по пушкам манкубаса и так далее уже на тот момент у игроков возникли претензии мол где мой старый добрый дом где возможность стрелять из любого калибра по кому угодно что это за принуждения такие только вот тогда это не было проблемой засунуть гранату в рот как а демона пусть и эффективное решение но это решение игрока а так ты хоть бы в г на него потрать хоть кулаками расковыряй выбирай а убивать каменных импов определенной модификации определенного оружия это уже решение принятое разработчиком за тебя тебе никак не убить его другим способом ровно как не убить духа без модификации плазмогана и вот это уже явный косяк вместо того чтобы придумать ситуации когда одна пушка будет эффективнее другой вам дают замочек под который подходит лишь один ключик много таких замочков и вот тут игрок который возомнил себя палачом рока могущественным и бессмертным надирателем задниц вдруг оказывается пешкой которая ходит исключительно на клетку вперед и рубит исключительно по диагонали пушечного мяса по-прежнему хватает но когда в него массово встраиваются эти мобы пазлы которых надо не столько раздавить сколько разгадать весь этот неостановимый адреналиновый флоу рассеивается иронично что разработчики в целом это даже понимают поэтому ситуации когда вы встретите духов или каменных импов или проклятых не так уж и много ими стараются сильно не маячить перед игроком потому что они плохо встраиваются в стандартную армию демонов и это забавным образом сводит все нововведения дополнения на нет остается только финальный босс который частично копирует мародера и который пусть и выглядит эпично но просто заставляет повторить несколько раз к ряду один и тот же фокус чтобы его расковырять плюс еще более блеклый саундтрек чем в предыдущий раз каким-то образом плюс мультяшность звездочками и дополнительный слой платформинга через крюк двустволки разработчики словно задачу перед собой поставили усилить самые спорные стороны оригинала плюс сюжет который сколь вторичным бы ни был но окончательно превращает в кашу всю вселенную doom вот так в целом выглядит и играется ancient gods порту поправив проблемы предыдущего dlc новая наломала своих дров и к сожалению упустила тот самый выверенный баланс который был достигнут вытернал это вообще общая проблема обоих dlc которая упирается в следующий тезис все же меру надо знать и оригинал ее знал пусть и всегда ходил по краю до дискуссии вокруг него разделили игровое сообщество пополам я наблюдал эту картину вместе с вами и этот негатив в первую очередь заключался в несовпадении с ожиданиями определенной части аудитории не всем понравилось выбранное и софтвое направление потому что оно противоречило предыдущему бэкграунду серии но в рамках того как doom eternal себя позиционировала она была практически безупречно изумительный арена шутер все элементы которого отлично взаимодействовали друг с другом полная чаша адреналинового удовольствия и нет я не считаю что dlc создавались прицелом на то чтобы просто срубить бабла это ни разу не янгблат я думаю что они просто перелили через край это по сути под без нового контента в дополнениях нет смысла а с новым контентом получается перегруз и механики просто ломается друг от друга и вдобавок ко всему вообще не на руку играет отсутствие прогрессии которая была так к лицу оригиналу там игрок становился палачом рока постепенно вот тебе чувак новая пушка вот тебе новая способность вот тебе новый враг и только через несколько часов небольшая группка вела и адская обслуге уступит место толпам главных стражей ада в dlc этой ритмики нет и в помине просто одна орда сменяет другую их выпиливание оказывается не таким уж и веселым занятием в своем обзоре год назад я задавался вопросом а можно ли перепрыгнуть планку которая установила и тернул в жанре слушайте ну конечно да на игре свет клином не сошелся но перепрыгивать надо уже с нуля а не на базе этой самой тернул она пожалуй исчерпала себя более чем учитывая всю неоднозначность dlc призываю поделиться в комментариях уже своими ощущениями рассказать согласны ли вы со мной или нет и в обязательном слышите в обязательном порядке назвать меня криворуким игровым журналистом иначе догма ютуба будут нарушены и это повлечет за собой непредвиденные последствия спасибо что мочили демонов вместе с нами до встречи в нашем персональном аду стоп гейм-ру